Мир Майнкрафта. Как же он красит? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем здарова, с вами Фабс. Так, сегодня мы затронем тему, которая вот прям, о которой ноет прям куча людей. Короче, сегодня мы будем повышать FPS в Майнкрафт. Как вы видите, у меня сейчас 12 FPS, меня это совсем не устраивает. Так, смотрите. У нас первый способ. Первый способ это настройка самого Майнкрафта. Потому что я знаю много людей, которые вот играют с такими настройками. И такие... Я хочу, чтобы у меня все было на максималку, да, сами вот так вот с 11 FPS и что-то такое. Ну, короче. Да. А потом удивляется, типа, почему у меня... Мало FPS, не играбило совсем. Смотрите. Я сейчас покажу оптимальные настройки, с которыми можно реально играть. Смотрите. Граница биома. Это сглаживание между биомами. То есть тут, в принципе, можно бы полностью выключить прорисовку. Я обычно ставлю 8 чантов. Часто кадров можно поставить вертикальную синхронизацию. Но это... Смыска, обычно. Можно поставить... Ну, я обычно ставлю максимальную частоту кадров. Графика детальна, мягко освещение максимум. Но это у меня обычно так стоит. Ну, если у вас мощный компьютер, то мы вот такие вот настройки ставим. Вертикальную синхронизацию заключаем. Уровн детализации выключаем. Облака тоже выключаем. И сейчас ставим на минимум. Тени сущности можно не выключать, потому что они, в принципе, там могут сжирать 2-3 FPS. Так. Теперь мы сглаживаем настройки. И проверяем. Смотрите. Сейчас у меня... Вот. 50-70 FPS. Что так? Здесь мы ставим вертикальную синхронизацию. Оно бы здесь... Сбалансировались. Было где-то 70-80. То есть уже играть можно. И вполне играбельно. То есть не видно далеко. И график, в принципе, устраивает. Так. Так. А теперь второй способ. Чтобы у нас не лагал майнкрафт. Команда обновить драйвера. У меня видеокарта от AMD. Мы пишем Radeon. Драйвер и поддержка AMD. Да, мы заходим. В графикс. Это не понял. Я всем это не видел. И ищем нашу видеокарту. То есть у меня Radeon 500 серии. В этой серии. RX 500. У меня Radeon RX 560. То есть мы нажимаем отправить. И скачиваем нашу драйвера. Так. Если у вас NVIDIA. Мы пишем также NVIDIA. Для скачения драйвера. И тут мы ищем. Допустим у нас там GeForce. 750 Ti. Такая вот идуха. Она все нормально. Она отначит. Наград хорошо. Да. И короче. Искать. И вот качаем драйвер. Потом мы его устанавливаем. И в принципе все. На этом второй способ заканчивается. Так. Сейчас третий способ. Нам надо почистить наши F-диски. Диск C где установлено винда. И остальные диски открыть не обязательно. Но диск с виндой почистить. Чтобы все ненужные файлы с него удалить. Потому что если у вас будет забит диск с виндой. То скорость чтения файлов с Майнкрафта будет меньше. Кровь будет просто меньше. Это особенно видно если у вас жесткий диск. А не SSD и M.2. Так что. Пользуйтесь. И еще один способ. Сразу же. В третьем. Это. Почистить автозагрузку. И выключать все программы. Которые у вас в фоновом режиме работают. Например. Какой-нибудь инситируется. Или что-нибудь еще. Смотрите. Мы заходим в автозагрузку. Диспетчер из задач. И выключаем все что мне надо. Вот например. Дискорд. Хамачин. Майкрософт. программы чтобы не включая при запуске компьютера так и компьютер будет запускаться быстрее и фоновых процессов а сейчас четвертый способ мы заходим в панели управления выбираем система и безопасность и электропитание здесь у нас есть три схемы это сбалансированная высокая производительность экономия энергии мы выбираем высокая производительность но может потребоваться больше электричества мы выбираем высокая производительность и закрываем все теперь у У нас в Майнкрафте будет немножко больше фпс. Так, а сейчас пятый способ. Мы заходим в настройки нашей видеокарты. И тут мы можем выбрать производительность. То есть тут мы... То есть в Родион тут дофига всяких штук, настроек. Так что тут можно немножко помучиться и найти какие-нибудь настройки, которые могут прибавить вам в УПС. Я лично не могу сказать, какие настройки здесь могут прибавить в УПС. Потому что у каждого на своей видеокарте будут разные настройки. Так что... Всё. Так, сейчас шестой способ. Мы заходим в наш лаунчер Майнкрафта. Заходим в настройки лаунчера. И выделяем Майнкрафт по максимуму памяти. Сохраняем. И в Майнкрафте у нас будет значительный прирост в УПС. Седьмой способ. В настройках языка можно выбрать английский язык. И это добавит в Майнкрафт немного фпс. Так, теперь восьмой способ. Можем зайти в настройки ресурс паки. И выбрать в интернете найти какой-нибудь оптимизированный ресурс пак. Например, 16 на 16 или 8 на 8. И тогда в Майнкрафт прибавите на 14 фпс. То есть вот точка Майнкрафта, ресурс пак. Сюда можно закинуть ресурс пак. И выбрать его вот здесь. В Майнкрафте примерно плюс 20 фпс. Ну что ж, на этом в принципе способы закончились. Давайте посмотрим, сколько фпс нам прибавилось. Как вы видите, у нас больше сотки фпс. Вон 100. Ну, сотка есть. То есть так что можете пользоваться способами. Они мне помогли. И должны помочь вам. Ну что ж, а в принципе на этом всё. С вами был Фапс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok